А вы сможете отличить этого человека среди людей в своем родном городе? А если он будет в окружении друзей? А если вы будете в его городе? Сможете идентифицировать его в огромной толпе среди его сородичей? Такое явление называется эффект перекрестных рас, или эффект другой расы. И этот когнитивный феномен объясняет, почему нам кажется, что все китайцы на одно лицо. На самом деле, для китайцев, как и для людей любой другой обособленной расы, представители отличающихся рас тоже видятся как одно лицо. Некоторое время существовало мнение, что способность четко распознавать лица своих сородичей заложена в нас генетически. Однако ученые смогли опровергнуть эту теорию, проведя ряд экспериментов с младенцами, которые доказали, что в возрасте трех месяцев дети могут различать лица людей любой расы. Однако уже к шести месяцам эта способность начинает утрачиваться, а к девяти месяцам полностью пропадает. Все это происходит из-за того, что в участке мозга зрительной коры, отвечающей за распознавание лиц, происходит образование новых когнитивных стереотипов, образов, которые впоследствии обуславливают наше понимание окружающей среды. Из чего получается, что проведя первое время жизни в монокультурной среде, в окружении представителей только своей расы, ребенок составляет в голове шаблон того, как должны выглядеть люди, разделяя на категории общие физические, поведенческие и мимикрические признаки, характерные только для этой расы. Например, для европеоидного типа людей важными метками являются цвет волос, а также цвет глаз и широкий разрез, обусловленный вторым веком, который отсутствует у монголоидной расы, отчего нам кажется, что все китайцы узкоглазые, потому как их разрез глаз обусловлен новейшим веком. Также китайцы в основе своей брюнеты с темными глазами, в то время как европейцы имеют более богатую цветовую гамму глаз и волос. Для негроидной же расы характерны курчавые волосы, карие глаза и толстые губы с носом, а также множество оттенков темной кожи, по которым они себя и идентифицируют. В общем, неспособность человека различать лица людей, не принадлежащих его расе, происходит только от недостатка опыта в младенческом возрасте. Так что дети, которые вырастают в мультирасовой среде, впоследствии не имеют таких проблем. И если вы отправитесь в Китай и поживете там некоторое время, вы в какой-то мере освоите утраченный навык и сможете выделить лицо знакомого китайца из толпы его сородичей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok